Среди 22 российских семей, перечисленных в указе о присвоении Ордена Родительской Славы, есть целых 4 семьи из Севастополя. В Кремль для участия в торжественной церемонии пригласили лишь 9 семей со всей страны. Орден из рук президента получила семья Клименко из Севастополя. Этот момент они будут вспоминать ещё долго, пересматривая кадры хроники. Нет ничего важнее того, что делаете вы. Это самое главное. Дети. Теплота в сердецкане, воспитание, внимание. Сколько нужно сил для того, чтобы всё, что вы делаете, было сделано на высоком, качественном уровне, так, как именно вы это делаете. Сколько нужно сил, терпения и таланта. Этот орден вручает родителям и усыновителям, которые воспитывают 7 и более детей за укрепление института семьи, обеспечению высокого уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии ребёнка. В семье Клименко 9 детей в возрасте от 8 до 28 лет. Мы сказали друг другу, что мы примем всех детей, которые у нас будут рождаться. То есть, ну и не пожалели. Лишних нет, всех любим. И благодаря нашим детям наша семья состоялась. Они воспитывают нас, мы их воспитываем. Нам вопросы задавали в аэропорту, когда мы шли там с тележками, помогали нам из правительства Москвы и спрашивали, как вы управляетесь. В аэропорту, везде с ними, в гостиницах, как вы с детьми. Говорю, да мы привыкли, во-первых, на всё внимание не надо обращать. Дети есть дети, если на всё обращать внимание, то жизни не хватит. И вырабатывается у детей ответственность. Ну, в первый вечер в Москве они пошли сами, там рядом на Арбат пошли, там Макдональдс посетили. Впечатлений от поездки много. Больше всего покорили масштабность мегаполиса. Серьёзная подготовка к торжественной церемонии и обаянии самого президента страны. Это было торжество, которое где-то даже может изменить нашу жизнь. Мы увидели Москву, какой-то прекрасный город. Мы увидели президента. И мой муж сказал, что насколько было напряжение в зале, когда ждали все мы президента. И когда он вошёл, напряжение схлынуло. Вошёл доброжелательный, приятный наш глава государства. Когда мы были в Кремле, ну, мы сидели со столами, и Путин, ну, короче, принимал пищу. И его, ну, он встал потом. Ну, я говорю, что мне, можно же подойти. Вторая жизнь бывает, что увидишь Путина. Ну, я подошёл, поздоровался, самый смелый, как был. Потом все, да, начали повставать. Маргарита Степановна выросла в многодетной семье и передала любовь к детям по наследству. Я хочу много детей. Больше, наверное, для чего в нашей семье. Дети – это радость, это веселье. Нет, ну, дети – это будущее. Трое хочу. Возможно, если получилось бы, может быть, и четверо, конечно, я бы хотела детей. Вот, но это очень сложно. Я поражаюсь своими родителями, насколько это много нужно, нервные системы, это понимание. Ну, это очень сложно. Много детей – это очень хорошо, мне кажется. Что там подводят человек, они говорят, вот вам весело. Некоторые мои друзья говорят, вот тебе весело, столько братьев, сёстр. А у некоторых маленьких семей, маленькие дети, им скучно одним быть. Папа работает, мама работает, а они одни дома сидят. Губернатор города поздравил родителей с президентской наградой. От себя вручил в подарок на память наручные часы. Я вас от души поздравляю, желаю вам здоровья и терпения, потому что воспитание детей – это, конечно, процесс такой. У самого-самого-два. Два сына, но тем не менее. Вот они уже взрослые, а вам ещё поднимать свои люди. В Севастополе 1800 многодетных семей, в которых воспитываются три ребёнка и больше. В 70 семьях – пять и более детей. Ирина Саркисова, Виталий Козловский, Севнформбюро. Виталий Козловский, Севастополе.